Привет, я Нина. И сейчас покажу вам вот этот макияж с рассыпчатыми тенями MAC, FLOR и COD COLOR. Расскажу о своих впечатлениях сейчас и покажу, какие тени я выберу на следующую неделю. Сразу хочу в какой-то мере, наверное, извиниться перед любителями Project Pan, теми людьми, которые ждут их на моем канале. Я в последнее время отвлеклась очень сильно, как раз на вот этот момент с тенями на неделю. Это мой тип Project Pan, но я не стараюсь доиспользовать эти тени полностью. Я просто смотрю, что мне нравится, что мне не нравится. Просто настолько устала за предыдущий год Project Pan, того, как долго я пользовалась одним каким-то средством, одними какими-то тенями. И это реально утомило. Поэтому сейчас я немножко отдыхаю. Но задумалась о том, чтобы сделать Project Pan об уходовых средствах. У меня стоит очень много средств от The Ordinary. От чистой линии открытых. Немножко от Green Mama. То есть все такое недорогое. Очень много открытых средств. И я не знаю пока, в каком виде вам это показать. Вы постарались выбрать то, что я хочу доиспользовать в ближайшее время. И сделать такой Project Pan. Теням. На тени. Вот такой макияж с ними получается. Работать с ними неожиданно легко. Единственная проблема с Code Color. Вот это вот, хотя казалось бы, упаковка вот такая. Вот она не предусматривает того, что тень будет рассыпана. То есть вроде бы удобно. Но на деле работать неудобно, потому что ее нужно куда-то высыпать. И только потом наносить на глаза и рассчитать, сколько понадобится средства, очень сложно точно, когда высыпаешь. И поэтому оно остается. И потом эту рассыпчатую пудру нужно куда-то девать. Не очень удобно. А вот в таких вот тенях, как мак, я обычно просто для этой цели пользуюсь вот этой вот дополнительной крышечкой. То есть на ней оставляю. И потом все, что осталось, просто закрываю обратно. Еще один апдейт с прошлого раза. Мне очень нравится помада для бровей от Nars. Моя новая. В оттенке Sonoran. Держится она немножко даже лучше, чем пупа, на мой взгляд. Она не начинает блестеть в течение дня. Пупу приходилось припудривать, потому что она начинает блестеть, и это смотрится неестественно. Но на тех местах, где у меня очень мало или нет волосков. Тень от Nars Porto Venere, к сожалению, как база мне не подходит. Она скатывается немножко и неприятно ощущается на веке, слишком тяжелой. Поэтому я использую ее только для неподвижного верхнего века и под бровь, чтобы зачистить это пространство. Очень красиво это смотрится. А как базу по-прежнему использую вот эту вот от Nars. Она не ощущается на веках. На ней прекрасно держатся тени. В общем, все с ней хорошо. Что я, какие тени для своего такого, не совсем Project Pana, но проекта. Да, проекта тени на неделю. Я выбираю опять рассыпушки Мак. Это был наборчик из четырех пигментов. Золотой, серебряный, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый. Surf the Ocean он назывался. И называется. Металлические пигменты. Это было вау. Сейчас я вам сделаю их сводчи. Это тоже была лимитка. Они прекраснейше сводчатся. Вот они на пальцах. И вот они же на руке. Светло-зеленый сводчатся хуже всего. И наносится. Ну, а остальные просто потрясающие. Они выглядят как очень яркие тени. Очень красиво будут смотреться на подвижное веко, мне кажется. И с вот этим вот темненьким оформляя глаз. И еще к ним нужны дополнительные оттенки, я думаю. Вот. Вот такие вот тени у меня будут на следующую неделю. Посмотрим, какие макияжи, насколько носибельные у меня с ними получатся. И, да, оставайтесь со мной. И увидимся с вами дальше. Не забудьте лайкать этому видео, подписаться, рассказать друзьям, поделиться в социальных сетях этим видео. И дальше будет клип с этим макияжем. Увидимся. Пока. Итак, привет. Сейчас покажу макияж с рассыпчатыми тенями. Макка, Коткала и Флёр. Первыми буду использовать Коткала. Ну, все ту же самую плоскую кисточку, которой я наносила пигменты предыдущим. В предыдущем видео она хорошо очень работает с пигментами. Это кисточка от Sephora. И я наношу его на, пожалуй, все подвижное веко. Вы можете слышать барсика, который жаждет вам что-то рассказать. Суппигмент макка Spiritualize. Зелененький. И нанесу его на внешний уголок. Опять же, сжимающими движениями. Нанесу тень белую от Fleur. Немножечко здесь еще разотру границы. Все, делаю одной и той же кисточкой, слегка ее устряхиваю. И нанесу тень Fleur во внутренний уголок глаза. Она очень пигментированная. Немножечко нанесу ее же на середину. Вместо соединения зеленого и медного оттенков. Вот такой вот макияж получается. Так что сейчас я его закончу. Покажу вам в законченном виде. И пойду по своим делам. Субтитры сделал DimaTorzok